Бокер Тов. Доброе утро дорогие друзья. Шауа Тов. Хорошей недели. У нас новая недельная глава. Называется она Ваягель. В этой главе содержится одна запрещающая заповедь. Нельзя выносить смертный приговор в субботу. В книге Сефер Хенух разбирается эта заповедь. И написано, что суд не имеет права в субботу заниматься вынесением приговоров. Он не может работать в субботу. Потому что если суд вынесет приговор и тут же его исполнит и нарушит какую-то заповедь. То суббота будет нарушена. Поэтому мы в субботу никаких судебных заседаний не производим. Если суд все же вынес приговор в субботу и исполнил его. То сами судьи подлежат казни. Если они так сделали. Это связано с запретом выжигать огонь в субботу. Потому что для применения казни в каких-то случаях, допустим, казнь сожжения, нужен огонь. Главное, что суд в субботу работать не может. Вот это нам очень важно знать. Теперь у нас написано в главе Вайгель. Шесть дней может совершаться работа. А день седьмой суббота свят для вас. Никакой работы не делайте. Что значит никакой? Это 39 видов работ, которые были при строительстве храма. Там перечислили работы и покраска, и шитье, и плотницкие работы, работы по камню. В общем, таких видов работ 39. Называются они млоход. Как называемые созидательные работы. Вот, допустим, переноска тяжелых бревен или камней в субботу. Она не запрещена. Суббота не будет нарушена. Ничего нового не создается. Суббота не будет нарушена. А вот, если взять, постирать что-то в субботу, или покрасить. Суббота нарушается. И настолько это серьезная заповедь, что за такие, казалось бы, с виду нетрудоемкие какие-то работы, суд может приговорить человека к смертной казни. Если два свидетеля видят, что человек что-то нарушает, и они его предупреждают, и он знает, что это нельзя делать, и все равно он говорит, что я все равно сделаю, хоть бы меня предупреждали, знает, что нельзя, и тогда суд имеет право вынести приговор. У нас в истории написан такой случай. Нашли человека, который собирает хворост в субботу. И писано, что его предупреждали. Не просто так собирает, и он не знал, человек ошибся, или по какой-то причине чисто ошибочно. Нет, он знал, что это делать нельзя. И он ходил к каждому колену и собирал тайму, говорили, что сегодня суббота, нельзя это делать. Он это много раз повторил, и в конечном итоге Машей не знает, что с ним делать. И обращается ко Всевышнему. И Всевышний говорит, смертный приговор, вывести за стан, забить камнями. То есть, относится к дерзкому нарушению субботы. Интересно, что устная традиция, наш Медраж пишет, что этот человек был праведником. Он хотел отдать свою жизнь, чтобы сыны Израиля не нарушали субботу, видя, что за это бывает. И поэтому он так поступал. Раби Акива нам открывает тайну, говорит, это был Савхат. Мы знаем его знаменитых дочерей, которые три раза вторю. Они говорится, махла на холомилка и терца. То есть, великие праведницы, они говорят, наш отец умер за грех свой. И не был он в сборище караха, восстававшего против Бога. Вот так вот. Мы это потом будем разбирать. Завел Медбар. На сегодня наш урок заканчивается. Наш урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимир бен Григорий, Лев бен Шмуэль, Хая Малка бад Йосиф, Мира бад Аврагам, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бад Клара, Анна бад Ривка, Полина Перл бад Соня Сура, Женя бад Ида, Анна бад Елена, Евгений бен Софья, Моисей бен Ева, Двойра бад Мирьям, Ирина бад Двойра, Инесса бад Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бад Ита, Ицхак Шимон бен Бейла Мотл, Фира бад Ана, за хороший шедух Арон Ария бен Двойра и Денис бен Нахум. Всем всего самого на лучшего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok